Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Гость прилетел в столицу Приморья из Санкт-Петербурга специально для разработки новинок меню одного из заведений. На мастер-классе по приготовлению японского супа с пшеничной лапшой шеф раскрыл пару секретов. Рамен можно готовить с местными ингредиентами и такой же вкусный, как в Японии. Поэтому рамен — это единственное, скажем, японское блюдо, которое можно реализовать, такой же вкусный, как в Японии, везде в мире. Однако сварить настоящий рамен не так просто. Один только бульон готовится от 8 до 24 часов. В него также добавляется ароматное масло, основа вкуса и смеси специй и соусов, правильно приготовленная лапша и топпинги. К слову, лапша для рамена обязательно пшеничная с добавлением соды, варится всего 45 секунд и подается аль денте. Для ее создания используют специальную машину, которая обеспечивает правильный замес. Браншеф отметил, что в Японии почти все повара умеют готовить суши и роллы, но не все способны приготовить хороший рамен. Русские думают, что рамен — это просто бульон с лапшой. На самом деле это не так просто. Есть очень кричевые факты, которые обязательно надо наблюдать. Поэтому, когда я рассказываю такой пункт, то все повары или гости тоже по-другому принимают и понимают про рамен. Кадзу также поделился интересными фактами о рамене. Так японцы считают важным доесть лапшу, но при этом могут не выпить бульон, а вот русские наоборот. В Японии в рамены иногда ходят по утрам, после бурной вечеринки, чтобы быстрее протрезветь. Готовят в стране лапшу быстро, буквально за три минуты. И еще одно большое и важное отличие рамена в Японии от рамена в России — для последней делают не только вкусную лапшу, но и красивую. Специально для Инстаграм. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет закрыто с 1 марта, кроме рейсов группы «Аэрофлот». Об этом сообщила глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса вице-премьера России Татьяна Голикова. Отмечается, что «Аэрофлот» будет летать в Москву, и граждане, прибывающие из Южной Кореи, будут проходить через терминал F в Шереметьево. Дочка «Аврора» будет работать в режиме чартера, вплоть до вывоза всех российских граждан с территории Южной Кореи. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о доставке желающих домой. Напомню, с 1 февраля ограничено авиасообщение между Россией и Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» и нескольких китайских компаний. Состояние семи российских туристов с круизного лайнера «Даймонд Принцесс» в Японии, которые после прибытия в Примурии находятся на карантине, удовлетворительное. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Напомню, на судне, где находилось более 3,5 тысяч пассажиров и членов экипажа, с 5 февраля был объявлен карантин после того, как у гражданина Китая обнаружили коронавирус. К настоящему моменту на борту судна заразились почти 700 человек, четверо умерли. На карантине во Владивостоке находятся шесть жителей нашего края и один житель Омска. Они доставлены во Владивосток 23 февраля обычным авиарейсом, так как симптомы инфекционных заболеваний у них не проявились. Туристы находятся на карантине в Краевой клинической больнице номер 2. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Президент России Владимир Путин решил сделать этот день оплачиваемым выходным. В итоге за апрель все россияне, конечно, кроме работающих по сдельному тарифу, получат полную зарплату, несмотря на один дополнительный выходной. Путин 26 февраля провел встречу с членами рабочей группы, созданной для подготовки внесения поправок в Конституцию. Всего было внесено около 900 предложений. Проект будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении 10 марта. О необходимости внести поправки в Конституцию Путин объявил в послании Федеральному собранию в январе. Генеральная прокуратура уменьшила исковые требования компаниям «Восток цемента», сообщает информагентство ВладНьюз. Теперь сумма составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. Ранее представители группы компаний «Восток цемент» в суде указывали на неверность расчетов, предоставили суду заключение бухгалтерской экспертизы. Напомню, в октябре 2019 года Генеральная прокуратура предъявила иск Игорю Пушкареву, Андрею Пушкареву, Андрею Лушникову и ряду компаний «Восток цемента» о взыскании со всех солидарно более 3 миллиардов рублей, как доход полученной от деятельности СМУП «Дороги Владивостока» за период с 2008 по 2016 годы. С 27 по 29 января этого года в ходе судебных заседаний ответчики возражали и представили доказательства более чем в тысячу томов. 26 февраля Генеральная прокуратура уменьшила исковые требования. Следующие заседания начнутся 3 марта 2020 года. Басманный суд Москвы до 28 марта оставил под домашним арестом бывшего полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в хищении средств у Роснефти. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, сообщает РИА Новости. Напомню, ранее Московский городской суд отменил решение про длине срока домашнего ареста. Виктор Ишаев был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. В администрации Хабаровска проводились обыски, они также велись в офисах, где работают члены семьи обвиняемого. Партии власти приостановили членство Виктора Ишаева. Президент России Владимир Путин был проинформирован о ситуации. Главный финансовый документ Приморья – бюджет, скорректировали краевые депутаты. Законопроект рассматривался на очередном заседании Законодательного собрания региона, сообщает информагентство ВладНьюс. С учетом изменений основные параметры бюджета составили по доходам 137,5 миллиардов рублей, а по расходам 157 миллиардов. Средства в этом году будут направлены на социальное обеспечение. Это мера соцподдержки детей от 3 до 7 лет, включительная ежемесячная выплата на детей в случае рождения третьего и последующего ребенка, День Победы и многое другое. Так, 15 миллионов рублей выделяют на предоставление единовременной выплаты гражданам, средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов. Более 5 миллиардов направлены на здравоохранение. На строительство и ремонт школ и детских садов потратят 604 миллиона рублей. На полтора миллиарда рублей увеличится дорожный фонд. По 14 адресам во Владивостоке появились новые комплексы фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в ГИБДД по Приморскому краю. Радары уже фиксируют нарушения на ряде пешеходных переходов, перекрестках и железнодорожных переездах. Так их можно обнаружить на переездах 40 лет в ЛКСМ Вилково, на Шепетково, в районе Тещиного языка, на улицах Адмирала Фокина, Некрасовской, Гоголя, Олиутской, на Русском острове, в районе поворота на Океанариум и по другим адресам. Специалисты подчеркивают, что использование технических средств фото-видеофиксации может сделать дороги Приморья более безопасными. Камеры установлены в местах, где чаще всего случаются аварии. В Приморье дадут старт международному патриотическому проекту «От общей победы к общему миру». Грандиозный автопробег начнется 22 июня во Владивостоке и завершится 2 сентября в Центральном музее на Поклонной горе в Москве. Маршрут пройдет по многочисленным городам России через космодром «Восточный» с посещением Монголии. Во главе колонны можно будет увидеть легендарный автомобиль «ГАСМ-20 Победа». По пути активисты планируют устраивать тематические круглые столы, конференции, а также флешмобы. Знаковым событием станет разворачивание копии знамени Победы в 200 квадратных метров и георгиевской ленты на 2100 квадратов. Напомню, 2020 год в России объявлен Годом памяти. Масштабное празднование предстоящего 75-летия Победы запланировано в Дальневосточной столице. Мероприятие по традиции завершится красочным фейерверком. В этом году увидеть его можно будет сразу из девяти точек. Яркие залпы украсят небо над Владивостоком в разных районах. Планируется, что в 22 часа фейерверки запустят на площади борцов революции, видовой площадке на Добровольского, 13, у кинотеатра на Русской, 41, в районе Олега Кашевого, 26, в поселках Подножье, Трудовое и Селе Береговое, на острове Попова, а также с Баржи в Амурском заливе. До этого ожидаются Парад Победы, шествия Бессмертного полка, выставки военной техники и концерты. Множество локальных площадок будут работать в скверах и на набережных города. Улица Светланская до 17 часов в этот день станет пешеходной. Движение транспорта ограничат от пересечения Солиутской до остановки ДВГТУ. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин